алло да ваш разговор будет так я себя очень хорошо даже видишь улыбнулась я даже улыбнулась услышал эверест и улыбнулась вы знаете я только вашу фамилию не очень расслышала я сейчас все скажу назовите еще раз пожалуйста свою фамилию действительно не расслышал послушайте всю необходимую информацию которую я должен был вам предоставить рамками законодательства я уже озвучил ну я не расслышала вашу фамилию слушайте я вам всю информацию уже предоставил ну так хочешь разговаривать да вы вопрос слышите мы нет вопрос не расслышали я вам повторю я уже понял что вы плохо информацию осваиваете количество дней просрочки у вас 89 а актуальная сумма долга составляет 50 тысяч рублей по какой причине это то если такое длительное расстояние а я не слышу я же тебе пидор попросила повторить фамилию по хорошему сказал тебе пожаловать приходите и дрилла и весовка а вот сюда добрый день да компания нас вы меня зовут почту юлия олега названием отношения с банка наш с вами разговор записывается лиц у вас имеется задолженность перед банком скажите почему не оплачивается потому что у меня есть возможность но нет желания что что еще раз нет у меня есть задолженность есть возможность прогасить но нет желания почему нет желания не возникает но что не возникает то витаминог не знаю кредитается Deborah желание да это не я это все это все организм организм очень интересно вас организм когда возникнет у вашего организма желание погаситься и задолженно то кто ж его знают олеся федоровна есть три дня для погашения вашей задолженности три счастливых дня было у меня а потом что а потом вот имеет право переуступить право требования вашей задолженности сторонней организации кто имеет право так сделать а банк пусть переуступит интересно по договору то есть и на основании 382 статьи гражданского кодекса российской федерации и в данном случае вам необходимо будет оплатить всю задолженность а не ту сумму которую да с чего вы такое берете если при переуступка идет коллекторское агентство какое-то замшалое такое выкупит и получается прям сразу им все без какого перепугу то они облизнутся помучаются и будут сидеть и плакать кто вам вообще сказал если у коллекторов значит всю сумму кто-то кому-то понесет мой организм выгрожает вообще я отлично понимаю тем не менее почему вы не хотите-то гасить задолженность вот не такая большая задолженность я уже объяснила то что в связи с наступлением холодов потом потеплений начался витамин носа организм капризничает сделать ни в ничего не могу настроение нет вносить не буду хочу коллекторов требую хорошо ваше желание хорошо Олеся Федоровна я вас поняла тогда я фиксирую под запись разговора отказ хорошо ваше задолженность и передаю информацию в банке ну и собственно ожидайте ближайшее время но у них сейчас волосы посидеют там до свидания до свидания Оле здравствуйте да, здравствуйте могу ли услышать пан Денисовна? я слушаю я слушаю я слушаю а, это вы есть, да? меня зовут Пирожков Сергей Дмитриевич я звоню из компании Сириустрейт разговор находится на записи звонок поступил в отношении неисполненных на данный момент финансовых обязательств на сумму 29 120 рублей компания Турбозайм была первоначальным кредитором скажите, а почему же у нас данный вопрос с оплатой еще не решен? почему это у Пирожков у нас разговор на записи находится? может быть он записывается? на какой он записи находится? на каком носителе? максимум эту информацию я не совсем понимаю ну, мне интересно как бы понимаете, я же могу сейчас сказать я возражаю против записи разговоров Конституция дает мне право не хочу, не даю согласия на запись я понимаю, что 230-й противоречит и говорит вам записывать но мы можем ведь диалог прекратить на том, чтобы я вам запретила меня записывать ну, скажите, вы вообще вопрос на на виду с оплатой решать, нет? буду молчать алло я буду молчать ну, хорошо, можете молчать тогда дальше всего доброго да Сергеевна здравствуйте Двонио с микрофинансовой компанией из-за имя радио взыскания Сидунова и Юдарева на разговор записывается Ольга Сергеевна простроченная задолженность ображалась в какой причине оплаты не вносите? не хочу называть причину хорошо, когда поступит оплата? не поступит не поступит? по какой причине? не хочу называть причину вы выполнили заимствование невозврата? ух ты, какая логика железная если у вас какие-то есть причины веские компания может пойти вам на встречу или вы просто оформили заимствование невозврата а какие веские причины могут быть? болезнь? больничный? потеря работы? нет нет а почему вы так разговариваете? как? не зрительно нормально разговариваю нормально хорошо, Ольга Сергеевна не дайте фамилию и имя отчества и отказ от оплаты еще что сделать? а пока вам не сбацать нет только фамилию и имя отчества и отказ от оплаты просто отказываетесь и все прощаемся нет нет Ольга Сергеевна что нет? ты думаешь, что под твою дудку будут плясать? нет нет ну что вы говорите, Ольга Сергеевна а что вы так нервничаете? я говорю то, что надо говорить еще не начинала нервничать а что вы так нервничаете? так можно себя вести я сама себе так установку дала именно так хорошо, Ольга Сергеевна если оплата не поступает сегодня до 20.00 ничего не произойдет далее я ваш займ передаю в отдел экономической безопасности вот пусть экономические отделы платят раз вы мой займ передали договор вы можете передать экономическая безопасность видала я ее вертела как умею, как хотела слушайте не собираюсь я слушать фигню вашу экономическую безопасность это экономическая государственная организация по суду для дураков суд пакет документов готовит и направляет юроотдел а не отдел экономической безопасности даже не знаешь понятия куда кому и когда и от чего вы все сказали? я сказала не все я могу продолжить без всяких причитаний и нотаций отправляем мой материал в суд если хотите возврат денежных средств можете переуступить по 382 а может погавкать привлечь по 1005 каких-нибудь придурочных как хотите как удобно как пожелаете уяснила прояснила по окей по окей по окей да все а запись телефонного разговора пусть слушает твой отдел экономической безопасности от меня привитули как вы тогда будете говорить в суде пока все здравствуйте здравствуйте надежда александровна да интерсанцевая компания банкир волкова михайловна дата рождения ваш назовите для получения информации зачем у вас есть важная информация так 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 сейчас я подумаю сейчас я вспомню так 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 а я не помню дата рождения но в паспорте посмотрите да нет у меня паспорта с собой надежда Александровна вы на разговор когда будете настроены я вообще настроен я очень хочу поговорить так назовите дата вашего рождения да не знаю говорю не знаю ну как вы не знаете надежда александровна не с тех пор как прорубь нырнула мозги заморозила память отмрузила не помню надежда александровна так вы взрослый человек значит носит имя и с собой паспорта вот вы когда нырнете в прорубь такая же ситуация произойдет, посмотрите, как с вами что будет. Ну, знаешь, я буду носить с собой паспорт. Хорошо, буду носить. Надежда Александровна, принимайте звонки дальше тогда. Звонить будем вам каждый день, пока вы не вспомните вашу дату рождения. Спасибо. Звоните почаще, пожалуйста. Да. Звонок из отдела просроченной задолженности финансовая компания Манимен Багдасарян Диана Маратова. Разговор записывается. Ольга Сергеевна, поговорите. Я вас слушаю, слушаю. У вас на данном этапе фиксируется просроченный платеж 38 424 рубля 50 копеек. Компания требует полного погашения долга, если вы хотите сохранить репутацию добросовестного клиента. 14 дней уже оплату не производите. Нет, не будет погашения. Нет. С чего это вдруг вы отказываетесь с оплаты? Какая разница? Отказываетесь. Вы не вправе этого делать? Видите, я отказалась. Ну, пожалуйста, это ваше право. Конечно. На основании пункта договора 4.3. Хотите вы этого или нет, но оплачивать все равно придется. Я вам все ответила. Вы, Ольга Сергеевна, не вправе незаконным образом удерживать деньги компании. Я вам все ответила. Идите, ищите деньги и облачивайте свои долги. Нет, совета не спрашивала вашего. Понятно? Ольга Сергеевна, нет, непонятно. Вы самостоятельно не справляетесь с проблемами. Идите к маме с папой. К своим ходить. И хлеба попроси у них. А у меня долгов нет. У меня долгов нет. Ну и живи счастливо, так же, как и я живу. Идите, Ольга Сергеевна, оплатите свои долги. Не понимаете, нормальный факт, да? Это нормальный торт с вами разговаривает, что вы не понимаете этого? У вас долг имеется. Ну, съебись тогда отсюда. Верните чужие деньги, Ольга Сергеевна. Припади к моим коленям. Ольга Сергеевна, Ольга Сергеевна, живите на свои 40 тысяч и не обращайтесь в микрофинансовые организации. Ты 40-х-то никогда не заработаешь. Сидишь, завидуешь моей зарплате. По себе людей не судят. По себе людей не судят. Да, очередная миллионерша попозвонила. Рассчитайтесь по своим долгам. Рассчитайтесь по своим долгам. И вам не придется принимать звонки от сотрудников компании. Ольга Сергеевна, не нужно демонстрировать свое воспитание. А, ты показала свое воспитание. Не нужно демонстрировать свое воспитание, Ольга Сергеевна. Не нужно демонстрировать свое воспитание. Умой пятки, умой свои, провали отсюда. Ольга Сергеевна, вас пушат, я знаю. На большее ума не хватает у вас? Съебалась, идиотина. На большее ума не хватает? У меня он, по крайней мере, присутствует, а у тебя его вообще нет. Рассчитайтесь по своим залгам. Я на вас время свое тратить больше не собираюсь. Просчитайтесь, просчитайтесь, платите. Съебалась быстро, мразь. Добрый день. Компания «Гимнезис Групп» стоит в Киеве, отдел взыскания. Анечка Вален Михайловна идет за это срочно Зинаида Валерьевна. Это вы? Да. У вас на 6 февраля сумма к оплате по займу 45200 рублей, 21 день срочка. А в чем дело, почему вы не оплачиваете такое долгое время? Вы уже в третий раз за неделю звоните и все спрашиваете, в чем дело, в чем дело, а в чем дело. Вы нарушаете условия кредитного договора? Вы не оплачиваете. Почему? Я нет, понимаете, ответа на этот вопрос. Не созрела просто. А вы работаете? Работаю. Много еще кредитов и займов? Да нет, просто, понимаете, я работаю, зарплату получаю, но я не созрела для того, чтобы ее отдать. Я могу что-то купить себе, я могу там что-то сделать себе приятное. А кто меня еще побалует? Некому. Поэтому я сама себя балую. Могли оплаты, но никак пока я не могу. Нинаида Валерьевна, ну не могу, невидоватая и я, они не уходят. Что я сделала? Я ничего не сделала, я себя морально подготавливаю пока этот период. У меня плохо получается. Лё-лё, вам плохо? Нинаида Валерьевна, всего доброго вам. До свидания. Да ну, подождите, мы же поболтаем. А? Девушка. Субтитры сделал DimaTorzok